Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 27 июня, именно июня, а не июля, как я вчера сказала. Я в датах путаюсь, потому что я не слежу на работу, не хожу, могу сказать любую. Но сегодня именно июнь. И сейчас вот, когда я высадила томаты, можно немного расширить тему видеороликов, потому что вопросов приходит много, но я просто-напросто пока высаживала помидоры, мне некогда было распыляться. Сейчас вот будут разные интересные, какие посчитаю, что будут полезные для новичков, буду освещать темы. И вот одна из таких тем, это именно лук на перо, вот этот зеленый наш, витаминная продукция. Наталья Чернявская еще недели две, наверное, назад мне написала, что нет уже в магазине лука севка, а хочется употреблять зеленого лука побольше. И вот она спросила, что посоветуете, может быть, купить в магазине лук-репку и посадить. Ну, репку я бы не советовала вам садить на зелень, потому что, вы понимаете, репка, она, это уже второгодник, лук-второгодник, и он будет стараться выпустить у вас вот такую стрелку. То есть перо будет не нежное, оно будет сразу вот такое толстое, грубое, и на зелень он не сильно подходит. Я бы посоветовала на зелень все-таки использовать лук-батун. Но лук-батун именно молодой. Вот я ежегодно высеваю каждую весну вот такой вот новый батунец. Смотрите, он сейчас, несмотря на то, что у нас была продолжительная неделя жары, он хорошо у меня взошел, и буквально недельки через две, даже через 10 дней, можно будет резать, и вот именно вот этот молодой, свежий батун, он будет сохранять нежное перо весь сезон, до самой осени. И на будущий год, в числе самых первых, это будет первая-первая зелень. Я вот высеваю в нескольких местах, как всегда использую вот эти вот завалинки у теплиц. Вот теплицы рядом вот в этом месте посеяла, потом в другом месте посеяла, в одном месте рядом с петрушкой, чтобы выйти сразу раз на салат нарезать. И вот июль, август, сентябрь, в течение еще дней 100 можно будет его употреблять, и на будущую весну, как я уже сказала. Конечно, для того, чтобы сеять в таких количествах, лучше всего собирать свои семена. Вот видите, у меня вот это батун семенной. Это два года, которые он отрос, он же стареет, его нужно менять. И вот один старый куст я оставила, другие выдернула, на их место добавила перегной и посеяла новый, а эти несколько оставила. Видите, вот это вот старый батун. Он уже непригодный, ну как он пригодный, но у него грубое такое перо, такое, не очень, нехорошее. И вот это у меня семенники. Я их сейчас ниточкой вот так подтяну к колышку, они у меня будут созревать, и я могу весь следующий год, могу осенью еще посеять, под зиму, могу рано весной посеять в теплицу на зелень. Семян будет не ограничено, свои семена всходят очень хорошо. Тут у меня вот, видите, батун на семена, тут салат оставила на семена, тоже соберу семена. И всю эту зелень можно будет сеять неограниченно. Батун – это как раз тот зеленый лук, который не стареет. Его можно будет в течение двух лет есть, и перо будет именно нежное и такое, как, особенно молодое. Молодой батун, самый витаминный, самый нежный, самый такой очень хороший. Советую всем батун развести свой. Конечно, первый раз, вот я когда его разводила, когда магазинный пакетик сеешь, он половина семян почему-то не сходит. Но главное, хоть один вырастить до такого состояния, чтобы он дал вам вот такие шишки. Вот здесь будет, наверное, полкилограмма семян, тут будет очень много у меня семян. Вот, вот еще, и мне хватит надолго. Все. Вот мой совет Наталье, забыла фамилию сейчас, Чернявской, и всем, кто хочет иметь зеленое перо лука весь сезон, сеять батун. Потому что с того лука, который мы посеяли на головку, для хранения, для зимнего, для употребления, зеленые перушки общипывать нельзя, потому что каждое зеленое перо луковицы, это его, ну как один слой, одна чешуйка. Если будете щипать лук, который для зимнего хранения, он не будет крупным, он измельчает. Все, до свидания. Продолжение следует...